Привет! В этом видео я хочу с тобой поделиться своими наблюдениями на тему жизни там, где хочется, когда хочется, с кем хочется. Хочу рассказать о том, что сейчас в России происходит... А пойдем, я тебе в процессе расскажу. Сейчас в России и вообще в мире происходит очень интересный процесс. Люди все больше и больше начинают делать свою работу в интернете. И что самое интересное, это не просто кликанье по сайтам или что-то такое, или просто делать сайты по 3 тысячи рублей, или по 6, или даже по 30. Это уже немножко другой уровень. Есть целое направление, которое называется инфобизнес. Я за последние два года поэкспериментирую в этом плане, и я нашел, что это стабильные деньги. Я нашел в том, что есть стабильные деньги, есть такие вещи, когда ты срываешь банк, то есть ты делаешь какие-то очень серьезные проекты. Но, тем не менее, это позволяет тебе, во-первых, не думать о том, что не смотреть на цены, жить так, как действительно хочется. То есть захотел путешествовать на полтора месяца – отлично, захотел на все лето – тоже отлично. Потому что ты совмещаешь, и этот заработок, в принципе, тебе позволяет и семью содержать, и жить так. Ну, то есть вообще, на самом деле, ничего себе не отказывает. Все вопрос, да, то есть а что делать-то, вот что конкретно делать? Наверняка ты в чем-то разбираешься, или наоборот, у тебя есть какая-то проблема. Допустим, ты ленивый. Да, я, например, очень ленивый. Меня, на самом деле, очень сложно сдвинуть с места, но в чем суть? В том, что, допустим, ты можешь пройти кучу тренингов по тайм-менеджменту, по самодисциплине, и вот свою проблему, то, что ты раньше был ленивым, а потом проработал себя, это выдавать остальным людям и вести их за собой. То есть ты им показываешь, что, ребята, я прошел такой определенный путь, да, вы можете пройти за мной. Я вам расскажу, как, там, вот, что я тоже был ленивый, вот эту всю свою трагедию рассказываешь в деталях, вот насколько ты был ленивый, что тебе даже было лень за пивом пойти, там, от телевизора торматься или от компьютерных игр, неважно. Ну, я понимаю, что человеку с опытом жизненным, ему проще найти тему для вебинаров, для того, чтобы продавать какую-то информацию, проводить какие-то интернет-тренинги. Но смотри, какая вещь получается, что ты сначала проживаешь что-то, ты решаешь у себя какую-то проблему, а потом ее же продаешь. И люди покупают, потому что они видят, что это настоящее, что ты сам действительно как-то страдал этой проблемой, да, ленивых людей, ну, на планете 90%, да, то есть которые настолько ленивые, что вот хотели бы жить красиво и дорого, вкусно, богато, но они слишком ленивы для этого. Поэтому очень хорошо продаются вот такие вещи, как самодисциплина, тайм-менеджмент, хорошо проходят разного рода темы, связанные с личностным ростом, когда нужно выйти за свои границы, нужно найти самого себя. Ты тоже можешь просетить с десяток таких тренингов, наработаешь большой опыт, и ты всегда можешь, ну, потом заявить, что да, я это проработал, построить определенную новую карьеру. Вопрос, да, то есть как бы вот, а если у меня сейчас нет денег, да, ну, на самом деле, если ты себе задаешь вопрос, ты просто недостаточно хочешь поменять себя и свое окружение в лучшую сторону. Ну, я так считываю. Ну, а если ты по-настоящему говоришь, окей, я хочу, да, вот что делать? Да, денег нет, но что делать? Во-первых, практически каждому тренеру, которому тебе очень сильно понравится, можно пойти, знаешь, как это, в восточной традиции, буду работать за еду, да. Ты можешь сделать какую-то работу для людей в обмен на посещение разного рода тренингов. Например, я периодически кого-то пускаю, но вот раньше больше, сейчас меньше. То есть у меня сейчас есть и помощники, целая команда, которая со мной работает. Но есть масса тренеров, которым ты можешь пойти, поработать, и они из-за этого, в общем-то, тебя пускают на тренинги, бы быть организатором, там, кофе-брейки, неважно, то есть все что угодно. То есть вот представь, вот восточный мастер, да, вот он знает кунг-фу, тебе нужно к нему попасть. И вот ты делаешь все для того, чтобы к нему пробиться. И пофигу, что тебя три раза пошлют, это 100%, да. Тебе скажут, нет, мне это не нужно. Будь настойчив к тому, что ты идешь, и тогда у тебя получится. Ну, а дальше уже накопишь опыт, и... А я, собственно, научу тебя, как это все продавать. Услышимся в следующем видео.